РУСЕРР Американский госдеп объявил о практически полном контроле сирийской армии над Алеппо. Насколько можно доверять этой информации? И действительно это стало ключевым моментом и поворотной точкой во всем сирийском конфликте? Да, вчера ту же самую информацию озвучил и президент Сирии, и российское министерство обороны. Сейчас там ситуация такая, что последние боевики, которые оставались в Алеппо, они эвакуируются в соседнюю провинцию на автобусах. Это займет, наверное, 1-2-3 дня, там около 5000 человек, по некоторым данным. Но, по сути дела, боевые действия прекратились и город полностью перешел под контроль сирийского правительства. Почему вокруг Алеппо именно так много всего происходит? Почему этому факту уделяется такое большое внимание в мировых СМИ? Главным образом, потому что это самый большой город Сирии, промышленная столица. И это последний город, который находился под контролем, по крайней мере, частично оппозиционных сил. И после того, как этот город перешел под контроль президента Сирии, все оппозиционное движение, по сути дела, сейчас в Сирии остается уже не в городах, а где-то в сельской местности. И маргинализируется, в общем-то. То есть, получается, что тот факт, о чем сейчас говорится, что параллельно в руки боевиков вернулась Пальмира, он не соответствует действительности? Пальмира, конечно, была снова захвачена исламским государством, но это скорее такой момент военный, а не политический. То есть, они просто... им удалось провести успешную операцию, скрытно сосредоточить крупные силы, атаковать успешно и захватить снова Пальмиру. Но я не думаю, что Пальмиру сдали специально, потому что, с учетом того, какие огромные пропагандистские ресурсы Россия вкладывала весной во время освобождения этого города, если вы помните, сюда привезли целый самолет журналистов, устроили концерт Мариинского театра в развалинах. И сейчас все это, конечно, сведено на нет этой неудачи. Но она складывает впечатление, что она чисто военная. Это просто разведка недосмотрела. И вот такой вот результат. На днях глава российского МИДа Сергей Лавров назвал бесплодными посиделками любые переговоры с США по урегулированию сирийского конфликта. Когда на столь высоком дипломатическом уровне позволяют себе столь резкие формулировки, наверное, не стоит надеяться, что за столом переговоров действительно удастся достигнуть каких-то договоренностей. В ближайшее время я боюсь, что это так. Потому что сейчас меняется администрация в США, и до того, как там появится новый президент, я думаю, Россия, в общем-то, не хочет идти ни на какие особенные договоренности с уходящей администрацией. И плюс стороны никак не могут согласовать основные пункты этих договоренностей. То есть Россия настаивает все-таки на том, чтобы начались переговоры между оппозицией и сирийским правительством, но без требования ухода президента Сирии в отставку обязательного, как всегда требовала оппозиция. США в этом с целом не согласны, и оппозиция тоже. Поэтому переговоры раз за разом начинаются и проваливаются. А чего стоит ждать, что прогнозируют эксперты после прихода новой администрации и вступления в должность президента США Дональда Трампа? Потеплеют ли российско-американские отношения, в том числе в контексте сирийского конфликта? По поводу общего развития отношений действительно много прогнозов, но по поводу Сирии как раз прогнозов я вижу достаточно мало. То есть Трамп пока еще не озвучил, что он конкретно собирается сделать в Сирии. Но с учетом того, что он заявлял в ходе своей предвыборной кампании неоднократно, что главное это расправиться с исламским государством, я думаю, что когда он придет в власти, там будет какая-то договоренность достаточно быстро достигнута по поводу совместных операций против исламского государства. А по поводу общего регулирования сирийского кризиса, я думаю, что переговоры могут затянуться, и не факт, как они закончатся. А как вообще простому человеку отделять мух от котлет, что называется, и понимать, что же происходит на самом деле? Ведь по сути мы можем руководствоваться только телевизионной картинкой с места событий или какими-то видео, попадающими в интернет. Информация зачастую абсолютно противоречивая. Ну, с той же Пальмирой. Одни утверждают, что ее сдали намеренно, другие говорят, что велись ожесточенные бои. Вот где искать правду? Посоветуйте с точки зрения эксперта. Сравнивать разные источники, относиться к ним критически и задействовать здравый смысл. Потому что, конечно, сейчас информация, так как она подается со всех сторон, она, конечно, очень пропагандистского плана. И в западных средствах массовой информации, и в российских. Тут надо действительно сравнивать, сопоставлять, и делать для себя какие-то выводы. В последние дни и в эстонской прессе, и в российской активно обсуждается присутствие в Сирии частной военной компании под названием «Рихард Вагнер». Что вот это означает? Потому что в России запрещены подобного рода частные военные формирования, но теперь уже очевидно, что такое все-таки имеется? Может быть, когда-то Кремль и признает их существование? Может быть. Официально запрещенное не значит, что неофициально что-то может существовать. Действительно, информация появлялась о том, что российские частники там действуют в Сирии уже довольно давно. Но, вероятно, их используют в ситуациях, когда не хотят использовать свои регулярные части. Но я думаю, что это скорее такой частный момент для этого конфликта. Это не так существенно. Но это может быть существенно с точки зрения и других конфликтов, где так или иначе может быть задействована Россия. Ведь те же самые преснопамятные события на Украине тоже дают богатую почву для спекуляций. Ну, там скорее скрытно действуют российские военные советники. И, может быть, иногда какие-то регулярные части, чем частные военные компании. Я думаю, что пока в России это не такой существенный момент. Хотя их, конечно, используют для решения каких-то там локальных задач. Ну, берут пример Соединенных Штатов. Подводя итог нашей беседы, все-таки вернемся снова к Сирии. Насколько я понимаю из ваших слов, в ближайшей перспективе окончания сирийского конфликта все-таки не видно. До окончания еще очень далеко, но переломный момент, я думаю, действительно наступил после падения Алеппо. Тут дело в том, что самый, наверное, важный момент, что сейчас победа оппозиции в сущности невозможна. Вот, соответственно, вся та коалиция стран, там, Турция, Саудовская Аравия, которые вместе с США пытались свергнуть Асада, ну, они начинают уже каждый думать сам за себя. И, в частности, вот самый важный момент, что сейчас Турция как бы отошла от сотрудничества США и больше сближается с Россией и с Ираном, чтобы решать уже чисто свои проблемы в Сирии. Она уже не надеется на свержение Асада. Вот, 27 декабря уже будут проходить переговоры трехсторонние в Москве между Путиным, Эрдоганом и президентом Ирана. Вот, и там, и там уже будет обсуждаться. А без Турции совершенно невозможно поддерживать оппозицию чисто логистически, потому что как все это действовало? Саудовская Аравия оплачивала снабжение оппозиции, Турция обеспечивала логистику, а США налаживала контакты поставок. Андрей Крашевский, политический обозреватель портала РУСЕРР, был у нас в гостях. Спасибо.